приветствую вас друзья в игре mortal онлайн 2 с вами снова роман вы никогда не задумывались откуда игроки берут огромные деньги в игре огромные я имею ввиду десятки и даже сотни тысяч золотых монет ну конечно я упускаю тот момент что большое количество читеров дюперов но есть вполне законный и легальный способ обогатиться в огромных размерах а именно добыча и продажа бижутерии амулеты серебряные ну самые простые выпадают медные с бандитов там с прочего серебряные и золотые ну там еще есть и другого сорта но вряд ли вы их выбьете в одиночку так вот ну понятно серебряные дешевенькие то есть медные дешевенькие серебрянки уже получше самые ну такие хорошие это золотые ну я там дальше уже не беру там конечно кроме золота есть еще из более хорошего материала ну такое вряд ли вы достанете насчет камней тоже ожерелье бывают с разными камнями самый простой самый дешевый камень это коралл на втором месте аметист уже подороже на третьем топаз еще дороже на четвертом рубин это еще дороже ну и на последнем пятом адамант так вот ну для одиночного игрока для соло игрокам самый простой способ ну выбить дорогостоящие ожерелье кольцо или амулет это аризары солдаты аризар с них может выпасть серебряное колечко или амулет с камнем вплоть до рубина я видел видео где человек выдал серебряный амулет рубиновым камнем ну и и после чего он его продал на аукционе за 20 тысяч представляете в дискорде в разделе торговля ежедневно сотни предложений по продаже бижутерии так что весьма неплохой способ разбогатеть это выбить и продать какое-нибудь дорогостоящие ожерелье ну что касается медных то я про них рассказывать не буду с бандитов выпадают ну они дешевенький ну вот начну с серебра серебряные можно вот выбить например солдат ризар а если убить командира солдат ризар то с него может выпасть и золотое ожерелье ну и соответственно ко мне сказал вплоть до рубина солдат ризар могут выпасть с ветеранов бандитов ветераны вот эти вот заклинатели я по моему выбивал серебро пару раз но камни в основном коралл основном коралл дешевый так я приехал к лагерю ризаров ну вот давайте попробуем главное чтобы мне никто не помешал но солдаты меня мало интересует а вот командира бы я грохнул а вот он стоит командир вот командир мне интересен только я боюсь побежит вся толпа нет все толпа не побежала побежал один командир ну и замечательно хотя повторюсь что вот на видеоролике который я видел с обычного солдата серебряный амулет выпал с рубином и говорю игрок пошел его на аукционе продал за 20 тысяч причем на видео даже запечатлено как он по моему еще солдат что бежит запечатлено как он на почте получает денежки кто там бежит еще а куда ты а я тебя далеко увел понял надо тебя здесь убивать рядом ну ладно сейчас по второму разу тебя согреть надо команде давай вася сюда далеко уводить его не надо потому что возвращается обратно так ну что поехали глупин командира в голову надо ему попадать надежде что будет слабое место и критический урон пройдет вот прошел крит урон и и и Продолжение следует... 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 никакого кольца или ожерелье ну что касается солдат а можно конечно пострелять и солдат но я сейчас лучше съезжу в другой лагерь ну-ка вот одного солдата возьмем по одному всю толпу не хочу сейчас езжу в другой лагерь поэтому урон получше идет там тоже командир есть если с командира выпадет золотое колечко и ожерелье но это будет очень неплохо я этим не занимаюсь почему потому что ну деньги мне в игре не нужны то есть как бы мне куда их тратить ну плач вот купить а так куда их девать но я так думаю что шанс выпадение ожерелье с рубином крайне мал и тому человеку видео которого я видел им просто повезу давайте этих двоих еще оформим стрелы есть но просто я хочу сказать что способ рабочий если кому-то нужны деньги то ну большие имею ввиду способов то заработать ну там в пределах тысячи это я море показывал но если вам нужно не 1000 и не 2 а скажем 20-30 тогда вот только бижутерия больше такие деньги вы по-другому никак заработаете ну по крайней мере в одиночку я имею ввиду по крайней мере я не знаю таких способов где можно было бы за короткий промежуток времени заработать десятки тысяч золотых монет бюх бюх тааау мама и в в в вы а а а в в и ну и помимо того что вы еще пытаетесь выбить бижутерию вы еще и неплохо прокачаете потому что за резаров 45 опыта талантов дают за 1 резар так что два в одном и на мобах как бы прокачаетесь ну и испытаете удачу друг вам повезет кто вас знает здесь кстати стоит сундук чтобы его открыть нужен ключ ключ выпадает с командира иногда не все время сегодня мне не выпал ну и так по мелочи поеду в другой лагерь еще одного командира грохну стрел только надо много набрать здесь очень удобно лагерь рядышком за стрелами ездить ну и в случае чего если что-то выпадет с вас ну в смысле а бижутерия какая выпадет чтобы далеко не вести а вот прям тут вот лагерь правда он без охранников киев кемп но быстренько быстренько туда оп в банк успеете убрать сейчас наберу побольше стрел и поедем съездим еще в один лагерь их тут много в округе грохнем еще одного командира ну вот еще один командир резару смотреть как ежик этот солдат убил так а тут с командира что выпало сфиток эвер барьер не знаю, дорогой, нет лучше, конечно, говорю, поэтому командиров убивать с них более ценный лут выпадает, чем с обычных солдат ну вот я все надеюсь на ожерелье или кольцо эвер барьер я не знаю, надо будет глянуть на аукционе сколько стоит так, что тут еще солдаты остались а я всех подряд мочу у меня стрел много, я стрел много набрал еще один там бегает если бы я собственными глазами не видел как игрок вот с такого вот солдата поднял серебряный амулет с рубином я бы их не стрелял кстати, у меня на канале есть видео по-моему, оно называется как качаться на резарах это мы с индиго год назад качались на резарах около тюрьмы они там застревают в камнях и их просто, ну, стоишь расстреливаешь так что ну тогда, конечно, еще никаких ожерельев не было бижутерии не было ничего этого с них не падало так что как вариант чтобы вот так не крутиться ну я не знаю может, конечно, поправили они сейчас уже не застревают но дело в том что там командиров нет там только солдаты ну там командиры есть но они внутри внутри тюрьмы ходят их наружу не вытащить они там в глубине а тут снаружи только эти солдаты солдаты с тюрьмы вытаскиваешь они застревают в камнях и ты их расстреливаешь но, говорю, меня все-таки интересуют командиры поэтому я вот приезжаю в такие лагеря вытаскиваю командира убиваю его и уезжаю я с солдатами не вожусь может, конечно, из я не вожусь но вон уже двое видите там стоят а ящик полутать знаете, как просто их уводишь в сторонку сейчас они отбегут а потом ящик лутают так, это надо, чтобы они вместе были сейчас я их отведу в сторонку потом вот так на скорости залетаем в лагерь лутаем ящик и уезжаем а там еще один солдат ну ладно, ребятки что, поеду в другой лагерь за командиром потому что, ну, солдат убивать я думаю, шанс выпадения с них рубинового колечка очень низкий ну, не знаю мне кажется лучше командиров мочить так что еду в следующий лагерь за командиром ну, вот, снова я к этому лагерю подъехал уф мне так нравится когда они так говорят уф уф командир Аризар видите, он уже рискнулся сколько меня тут не было наверное, полчаса а может больше не знаю, я не засекал через сколько они появляются наверное, где-то 30 минут у них респ или час не знаю ну, я пока там в горах убивал командира приехал в лагерь выгрузился в этот лагерь подъехал видите, командир уже риснулся уф и вот его убиваем ну, знаете пока не надоест ха, мне уже надоело как бы ну, кому нужны деньги ну, вот так вот гринд так называемый рутина ездите по лагерям мочите командиров и надейтесь на удачу что вам выпадет золотое ожерелье удачу 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот еще один ежик Командир Что у тебя было? Лач, Роух, Альмандин? Я не знаю, что это, ребятки, ну камень Редкий минерал написан На рынке надо смотреть, сколько это стоит Альмандин Камишек какой-то Вы скажете, Роман Такая здесь в лагере Аукциониста нет Да это да Ну отсюда Можно Доставить или В Фабернум на запад Или на юг в Марингхур В принципе Тайными тропами Можно довести Лут отсюда Ну а если кто-то рискует То Через Дискорд Канал Торговлю Можно продать и так Ну как бы Оплатят вам в городе А Предмет, который вы продаете Вы отдадите здесь Ну это уж как договоритесь Так и еще один Маленький вам Секретик Расскажу Вот здесь Чтобы туда внутрь не заезжать Знаете, как вот сюда Вот вы подъезжаете И уже можно Пробовать Нажимать банк Нет еще далеко А еще лучше Даже с лошади Слезть и пешочком Сюда вот Добраться Чтобы туда вот Не заходить внутрь Ну потому что бегают Вот так Банк нажали Касая черта Банк Ну не знаю Сколько этот камушек Стоит Лач Роли Аль Мальдин Эли Барьер Еще кстати Артефакт нашел Ну в общем Ребятки Вот так вот Пытайтесь Может вам Повезет И выпадет Дорогостоящее Ожерелье Или кольцо С командира Фризар Все Благодарю за внимание И До новых встреч Увидимся В мире Игры Мортал онлайн 2 До конца февраля Я пока еще В игре Я Русские Я Вдыхаю этот воздух Солнце в небе смотрит на меня Надо мной летает Вольный ветер Он такой же Как и я И хочется просто Любить и дышать И мне другого Не нужно Такой какой есть И меня не сломать И все потому что Я русский Я иду до конца Я русский Моя кровь от отца Я русский И мне повезло Я русский Всему миру навсло Я русский В небо улетает Эта песня И зовет Меня С собой Обо мне Пылает Мое Сердце Освещая Пой Домой Где хочется Просто Любить и дышать И мне Другого Не нужно Такой уж я есть И меня не сломать И все потому что Я русский Я иду до конца Я русский Моя кровь от отца Я русский И мне повезло Я русский Всему миру навсло Я русский Я иду до конца Я русский Я русский Моя кровь от отца Я русский И мне повезло Я русский Всему миру навсло Я русский Моя кровь от отца Я русский Моя кровь от отца Я русский Моя кровь от отца Моя кровь от отца Я русский